Друзья, подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить свежий выпуск, а мы начинаем. Иосиф Пригожин, один из самых авторитетных и значимых продюсеров на российской эстраде. По просьбе дни, ру за кулисами юбилея канала Муз-ТВ он развенчал некоторые, бытующие у обывателей, мифы. Это неправда, палитра достаточно широкая. Кто-то, как великий Иосиф Кобзон, умирает кто-то, будучи уже в преклонном возрасте, уже никуда не ходит, и на смену им появляются новые имена. К тому же телевидение обладает возрастным форматом, зрители просто привыкли к определенным артистам. Но это не значит, что запрещаются какие-то другие молодые певцы. Просто смотреть на тех же тиктакеров будут только если речь идет про коллаборации с опытными исполнителями. Серьезный артист, типа Киркорова и Валерии, работает 24 на 7. Это очень тяжелый труд, включающий в себя бесконечные съемки, грим, переезды и, как следствие, стресс и недосып. Это очень трудолюбивые люди, которые хотят жить и быть в профессии, которые готовы сниматься везде. Поэтому они и присутствуют в эфирах. Хотя с точки зрения коммерции на телек ходить невыгодно, там же ничего не платят. Но артисты идут туда, чтобы порадовать аудиторию. Давно нет никаких ни кланам, ни мафии. Это стереотипы, которыми многие живут. Просто есть востребованные публикой артисты, которые везде, вот и кажется, что других не пускают. К тому же многие молодые просто ленивы, но это не значит, что кто-то их зажимает. Не забудьте поставить лайк нашему видео и до скорых встреч, друзья.